Ежегодно в начале лета в парижском аэропорту Ле-Бурже проходит традиционный смотр достижений мировой авиации. Здесь можно увидеть все лучшее, что создано в мировом самолетостроении и космической технике. В числе советских самолетов и вертолетов на последнем салоне были два ила. Оригинальность замысла, аэродинамическое совершенство этих крылатых машин неизменно во все дни выставки привлекали к себе внимание посетителей. Здесь, в Бурже, еще и еще раз на разных языках мира звучало короткое слово ИЛ. КОНЕЦ Говорят, у доброго дерева добрые плоды. Это можно сказать и про яблоню, выращенную Сергеем Владимировичем Ильюшиным. И про то могучее древо отечественного самолетостроения, плоды которого десятки созданных им первоклассных самолетов. Вот так за круглым столом с обсуждений замыслов Ильюшина начинались все илы. С первого дня работы конструкторского бюро Сергей Владимирович опирался на коллективный разум. Но направляющая воля генерального конструктора проявлялась на всех стадиях создания самолета. Проектирование, постройки, испытаний. Как говорят на заводе, мысль Ильюшина проникает до каждой заклепки. Наверное, поэтому строители любят его конструкции. Самый искусный замысел Ильюшина никогда не отрывался от возможностей технологии. Может быть, это технологическое чутье родилось еще тогда, в давние годы гражданской войны, когда он своими руками, руками простого умельца, из трех разбитых фарманов делал один, годный к полетам. В течение десятилетий в ходе сложной напряженной работы складывалась Ильюшинская школа в самолетостроении. Росли и воспитывались настоящие сподвижники. Творец современных самолетов Ильюшин всегда был ученым-новатором. Сколько смелости было в его замыслах и умениях в осуществлении самых сложных, порой небывалых для своего времени, проектах. Каждый созданный самолет — это годы исследований, исканий. Это новый рубеж и новый риск. Все ли верно рассчитано? Все ли точно сделано? Ведь испытания самолета — это всегда шаг в неизведанное. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Одиннадцать часов, что я провел за рулем, сразу освободили меня от всех дум и забот. Чувствую себя хорошо, хотя проехал полтысячи километров. Домик наш в полном порядке. Пишу письмо, а кругом тихо-тихо. В окно видно озеро из-за озерной дали. Я часами сижу и любуюсь далями, которые растилаются передо мной. Вологодская земля — все здесь знакомо, все близко и до боли дорого. Какие события пронеслись над страной? Сколько русских людей ушло из сел, повинуя свелению времени? Русская деревня стоит на земле, словно мать, проводившая детей своих в жизнь. Безмолвная. Ильюшин всегда возвращался сюда, в свое родное Делялево. Вздохнуть полной грудью, набраться сил. «Край наш хороший, красивый край, и народ хороший, добрый», — писал он в письмах. Здесь он родился и вырос. Отсюда пятнадцатилетним пареньком ушел в город на заработки. Исколесил почти всю Россию. Был чернорабочим, землекопом, потом механиком. В тридцать четыре года стал конструктором. Его первенцем был ЦКБ-26, дальний бомбардировщик. На воздушном празднике в Тушино. В тридцать шестом году его скорость и маневренность поразили всех. Вместе с этим самолетом родилось и конструкторское бюро Ильюшина. 28 апреля 1939 года КБ готовил свою машину к перелету из Москвы в Америку по кратчайшему пути. На вопрос, гарантируете ли вы в случае аварии посадку на воду, Ильюшин твердо ответил. Гарантирую посадку в Америке. Почти сутки в тревожном ожидании он провел на командном пункте, в здании Центрального телеграфа. Над Гренландией самолет попал в мощный циклон. Высота достигла 9 тысяч метров. Кислорода оставалось все меньше. Положение казалось безвыходным. И все же самолет Ильюшина блестяще выдержал это испытание и достиг Америки, преодолев 8 тысяч километров. Всякое начало трудно, но у Ильюшина второй шаг был труднее первого. В 30-е годы, в переломный для авиации момент, он задумал грандиозное. Построить летающий танк. Не сразу я приступил к проектированию штурмовика, вспоминает Ильюшин. Готовился примерно три года. До деталей проанализировал все сделанные машины. Пришел к убеждению. Главное сочетать вес, броню, оружие и скорость. Но время и силы пришлось делить между творческими и административными делами. Конструктор был назначен начальником главного управления авиационной промышленности. Ильюшин понимал. Надо спешить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Казахстан Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова